Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Аль-Хаджар аля-Сват, черный камень. Он находится в Каабе. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, черный камень не спосылался из рая, будучи очень белым, и стал он черным из-за людских грехов, от Тирмизи. Однажды Умар ибн Аль-Хаттаб, да буди доволен им Аллах, подошел к этому камню и поцеловал его, а затем сказал, я знаю, что ты просто камень, который не вредит и не приносит пользу, то есть сам по себе, и если бы я не увидел, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, целовал тебя, то я бы не поцеловал тебя, Аль-Бухари. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, у этого камня в день суда будет языки губы, и он будет свидетельствовать в день суда в пользу того, кто поцеловал его. Привел Ибн Хузайма в книге Сахих. Второе. Макам. Это камень, на котором стоял Ибрахим, алейхиссалям, когда строил Каабу. В хадисе говорится. Поистине Рукин, то есть черный камень, и Макам Ибрахима, алейхиссалям, драгоценные камни, Яхонт, из драгоценных камней рая, и Аллах скрыл их сияние. Если бы Аллах не скрыл это, то они озарили бы запад и восток, весь мир, от Тирмизи Ахмат. В Коране сказано смысл. Ибрахим и Исмаиль подняли основание дома, Каабы, и обратились к Аллаху с мольбой. «О, наш Господь, прими от нас строительство Каабы. Поистине Ты слышащий, знающий». Сура Аль-Бакара, аят 127. Также о достоинстве Макама пришло упоминание в Коране. «И мы сделали дом Каабу безопасным местом, куда возвращаются люди. Сделайте же Макам Ибрахима местом для намаза. Мы повелели Ибрахиму и Исмаилю очистить мой дом Каабу от идолов и мерзостей для совершающих тавав, находящихся возле нее в Иктикафе, совершающих поясной руку и земной суджуд поклоны». Сура Аль-Бакара, аят 125. Третье. Финик Аджва. Этот сорт считается королем фиников и растет только в Медине. Сообщается, что Абу-Хурейра, да буди доволен им Аллах, сказал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал. Финики сорта Аджва из рая, и в них содержится исцеление от яда. Говоря о пользе фиников Аджва, сообщается, что Амир ибн Саад передал со слов своего отца Саада ибн Абу-Вакаса, да буди доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Тому, кто каждое утро будет съедать по семь фиников Аджва, в этот день не повредит ни яд, ни колдовство. Ахмад Аль-Бухари – муслим. Четвертое. Река Нил и Ефрат. О них рассказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, после ночного переселения Исра. От Анаса ибн Малика, да буди доволен им Аллах, сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Меня подняли к лотосу Крайнего Предела, и там было четыре реки, две явные и две скрытые». Две явные реки – это Нил и Ефрат, а две скрытые – это реки в раю. Имам Аль-Бухари также сказал, что основа Нила и Ефрата – из рая. Абу Хурейра, да буди доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Четыре реки в этом мире берут свое начало из райской обители». Это Ефрат, Нил, Сейхун и Джейхун. Ахмад ибн Хамбаль Аль-Муснад. В Коране сказано смысл. «Разве мы не расположили на ней, на земле, высокие и прочные горы, и не напоили вас, всех людей, пресной водой?» Сура Аль-Мур-Салят, аят 27. Некоторые ученые-богословы утверждают, что указанные реки изначально протекали в раю, но, будучи помещены в этот мир, приобрели обычную для земных рек природу. А Аллах знает лучшее. Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов. Иншаллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатуху.